Отец, во имя Иисуса, мы принимаем сегодня Духа Святого как нашего лидера, нашего учителя и нашего руководителя. Мы отдаем себя в Твои руки, и мы воздаем Тебе хвалу, честь и славу за каждое сказанное слово и за каждое сделанное дело. И мы провозглашаем во имя Иисуса, что это дни Бога Всемогущего. И, как говорится в одном из переводов Библии, в книге Второзакония, «И будут у вас дни неба на земле». Что ж, хвала Господу, вы можете садиться. Слава Богу. Спасибо тебе, Иисус. Давайте прочитаем местописание из пятой главы Евангелия от Марка. История женщины, страдавшей кровотечением. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Услышавши об Иисусе, подошла сзади в народе, прикоснулась к одежде Его и бы говорила, если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею. И тотчас иссяк у ней источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус, почувствовав сам себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал, кто прикоснулся к моей одежде? Ученики сказали ему, ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь, кто прикоснулся ко мне? Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с ней произошло, подошла, пала пред Ним и сказала Ему всю истину. Он же сказал ей, черь, вера твоя спасла тебя, иди в мире, и будь здорова от болезни твоей. Давайте вернемся в 4 главу Евангелия от Луки. И мы прочитаем то послание, которое Иисус проповедовал везде, куда бы Он ни шел. 4 глава Луки И пришел в Назарет, 16 стих, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу, и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им, «Ныне исполнилось Писание, сие слышанное вами». Теперь давайте обратимся к 10 главе книги Деяния, и мы получим комментарий Духа Святого через проповедь апостола Петра в доме Корнилия, относительно служения Иисуса и его помазания. 34 стих «Петр отверз уста и сказал, «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему». «Он послал Слово» Обратите внимание на эту фразу. «Он послал сынам Израилевым Слово, благовествуя мир через Иисуса Христа». Греческое слово «Христос» является греческим переводом еврейского слова «Мессия». Еврейское слово «Мессия» переводится как «Помазанный». И слово «Помазанный» в действительности не имеет в себе ничего духовного. Это просто слово в еврейском языке. Это просто слово в греческом языке. Оно означает «излить», оно означает «намазать», оно означает «втереть», «помазать». Вы можете быть помазаны сливочным маслом. Вы помазываете печенье сливочным маслом. Но мы говорим о том, чтобы быть помазанным Богом, облитым, намазанным, натертым силой всемогущего Бога. И Иисус взял это из книги Исаии. Поэтому по законам и правилам хорошего, правильного толкования Библии, давайте обратимся к книге пророка Исаии. И посмотрим, что еще пророк Исаия сказал об этом же самом помазании. Десятая глава книги Исаии, 27 стих. «И будет в тот день...» Подождите минутку. Где я уже слышал эту фразу? Иисус прочитал из 61 главы Исаии. «Ду Господен на мне, ибо Он помазал меня, и, закрыв книгу, и отдав служителю, сел, и Он начал говорить». Другими словами, Он начал проповедовать. И краткое содержание этого. Он не просто сказал эту фразу. Он начал говорить. Это краткое содержание того, о чем Он начал проповедовать. И то, о чем Он проповедовал везде, куда бы Он ни шел. Аллилуйя. И не закрывайте это место в книге Деяний. Некоторые из вас листают эту Библию туда-сюда. Вернитесь в книгу Деяний. Вы не думали, что я поймал вас на этом, не так ли? Хорошо. Итак, кратким содержанием было. Ныне, в этот день, сейчас, ныне, в этот день исполнено Списание, сие слышанное вами. Он начал говорить это, но они отвлекли его, не принимая этого, и заставили переключиться на кое-что другое. Но давайте посмотрим здесь, что сказал Исайя. «И будет в тот день снимется с рамен твоих бремя его, дьявола, и ермо его с шеи твоей, и распадется ермо от тука, или будет уничтожено помазанием». Итак, о ком он говорит? Давайте обратимся к первому стиху, 11 главы. «И произойдет отрасль от корня Исеева, и ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия, и страхом Господнем исполнится». Это говорится об Иисусе. Не так ли? Иисус является корнем Иесеевым, отраслью от корня Иесеева, аминь, или сыном Давида. И мы определили, что это помазание, это снимающие бремена, уничтожающие ермо сила, которое является результатом того, что на вас сходит Дух Божий. Не заметьте, он сказал, что ермо распадется от тука или от помазания. Поэтому больше не говорите, ермо будет сломано. Не цитируйте это таким образом. Помазание ломает ермо. Не говорите так. Это совершенно другое слово. Если вы будете знать, что стоит за словом распадется, то есть оно будет уничтожено, если вы что-то уничтожаете, вы уже не можете это починить. Если вы это ломаете, вы, возможно, сможете это отремонтировать. Совершенно другой смысл. Но в еврейском языке я больше не мог найти в Библии ни одного другого места, где бы вот это еврейское слово использовало значение «уничтожить». Я могу понять, почему оно было использовано. Это слово дословно переводится как «ржаветь» или «гнить», «портиться». Другими словами, помазание, работая над этим бременем и над этим ермом. Давайте скажем это следующим образом, чтобы мы мысленно могли себе это представить. В книге Второзакония это ермо названо «железным ермом вокруг вашей шеи». Как проклятие. «Железное ермо вокруг вашей шеи». Итак, ермо будет уничтожено помазанием. Ермо будет подвергаться коррозии до тех пор, пока не придет в негодность. Понимаете, коррозия портит. Коррозия — это ржавчина. И те из вас, кто является пилотом самолета, знают, что означает «ржавчина». Алюминий подвергается коррозии. И большинство самолетов сделаны из алюминия. Алюминий есть в крыльях. И когда в этих крыльях начинает появляться коррозия, знаете, что она делает? Она делает самолет непригодным для использования, потому что его нельзя использовать. Помазание Божие настолько основательно уничтожит это рабство и это ермо, что оно уже будет непригодным для того, чтобы дьявол мог использовать его против вас. Аллилуйя. Этого уже должно быть достаточно, чтобы заставить вас бегать от радости по залу. Представьте себе человека, приезжающего на своей старой добитой машине в автомастерскую, у которой сгнило правое заднее крыло. Оно прожжавело. Он не может прийти туда и сказать, «Не могли бы вы починить мое крыло?» Нет никакого крыла. Я знаю, каково ездить на таких машинах. Больше никогда. Слава Богу. Аминь. Вы не можете починить это крыло, потому что там уже нет никакого крыла. Почему? Оно проржавело. Его нет. Ржавчина съела его. Коррозия уничтожила это крыло. Все, его нет. Вы когда-нибудь видели, что делали термиты с некоторыми старыми домами? Они не просто ломали этот дом. Значительной части этого дома просто уже не было. Термиты съедали его. И помазание сходит на этой ермой и просто съедает его. Вы можете это видеть сейчас в своем духе? Вы можете видеть, что помазание, пребывавшее на Иисусе, вы можете понять, почему это было настолько сильно и настолько важно? Он вошел туда и сказал, «Сегодня, сегодня снимающие бремена, уничтожающие ермо, сила всемогущего Бога на мне». Мистер слепой, вам больше не нужно быть слепым. Мистер нищий, вам больше не нужно быть нищим. Я здесь! И это снимающие бремена, уничтожающие ермо, сила здесь. Итак, книга Деяния, 10 глава. Мы разобрались с нашими определениями. Сейчас мы обратимся к книге Деяния и получим комментарий Духа Святого через проповедь Петра. «Петр отверг с уста и сказал, «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему». Он послал сынам Израилевым слово, благовествуя мир через Иисуса Помазанного. И вы не можете говорить о ком-то помазанном и называть его помазанным, чтобы кто-то при этом не спросил, «А чем он помазан?» Понимаете, вы обращаете внимание на помазание, когда вы называете кого-то помазанным. Разве не так? Позвольте задать вам вопрос. Было ли когда-нибудь время с момента воскресения Иисуса, «Когда бы он был не помазан?» Ни одной наносекунды. Ни единого мгновения. Он был помазан. Он Христос. Помазанный Богом. Сын живого Бога. Аминь. Разве не так? И когда мы переводим это, сейчас это наполняется большей силой. Чем он помазан? Давайте посмотрим, что здесь говорится. Здесь говорится, что Иисус проповедовал и что Он проповедовал Слово, которое послал Бог. Бог послал Его сказать тем людям, «Я помазан». Он послал Его сказать им, «Я здесь, чтобы снять ваши бремена, и уничтожить ваше Ермо». Аллилуйя. Вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи, после крещения проповеданного Иоанном. Итак, когда это началось? Это началось крещение Иисуса в воде и крещение в Духе Святом. Дух Святой сошел на Него для служения. В 12 лет Иисус был таким же Сыном Божиим, каким Он был и в 30 лет. Но помните, Он сказал своей маме, «Мама, еще не пришло мое время. Что мне и тебе?» Но понимаете, Он жил верой все дни своей жизни. Откуда вы это знаете? Без веры угодить Богу невозможно. И Библия говорит, что Он совершенным образом угодил Богу. И она, Его мама, видела, как Он жил верой. Он не сотворил еще ни одного чуда. Но там, где Он оказывался, все устраивалось хорошо. Слава Богу, понимаете? Он жил верой. Он жил верой, когда Ему было еще 12 лет. Его не было 5 дней и 4 ночи. Его родители не знали, где Он был. Проделав путь в один день, они заметили, что Его нет с ними. Они переночевали. Потратили день на обратный путь. Это 2 дня и 1 ночь. Не так ли? И потом они искали Его 3 дня, прежде чем нашли Его. То есть прошло 5 дней и 4 ночи. Думаете, Он боялся? Нет. Он учил там взрослых людей тому, что говорила Библия. Понимаете, Он был там тогда в служении. Разве не это Он сказал? Я должен быть в том, что принадлежит Отцу Моему. Он тогда был в служении, но Он не был помазан проповедовать или служить сверхъестественным образом. Я хочу, чтобы вы это поняли. Поскольку наш процесс нисколько не отличается. Мы ходим и живем в точности по тому же самому процессу служения, по которому жил Он и до сих пор живет. Он, Он был Иисусом. Да, Он по-прежнему Иисус. И я Его кровный брат. И вы тоже. И это помазание сегодня здесь. Оно пришло в день Пятидесятницы. И в Библии нигде не упоминается о том, чтобы оно когда-либо уходило. Фактически, когда оно уйдет, мы уйдем вместе с Ним. Итак, это послание звучало по всей Иудее. Иисус проповедовал Его везде, куда бы Он ни шел. Мы читаем о Нем здесь, в проповеди Иисуса в Назарите. Но Он проповедовал Его везде, куда бы Он ни шел. И когда вы осознаете это, и вы начинаете возвращаться и смотреть на то, о чем Он проповедовал, говорю вам, все остальное, о чем Он проповедовал, начинает становиться на свои места. И вы можете видеть, каков был Его мотив. Вы можете видеть, почему Он проповедовал то, что Он проповедовал. Почему Он делал то, что Он делал. Почему Он говорил то, что Он говорил. Он шел и проповедовал это послание. Помните, я говорил вам на прошлом служении, что Иисус не высвобождал и ни на кого не вталкивал из себя это помазание. Он просто проповедовал. Помните, когда в Евангелии от Луки там сидели все законоучители? И другие люди разобрали крышу и спустили к ногам Иисуса больного человека. Помните тот случай? Там перед домом были припаркованы лучшие ослы в той стране. Там собрались все большие шишки, все законоучители и законоведы, все сливки религиозного мира были в тот день, в том доме. И Библия говорит, послушайте это, и Библия говорит, «И сила Господня». Скажите, «сила Господня». Сила Господня. «Являлась в исцелении больных». В другом переводе Библии говорится, «Присутствовала сила Господня, чтобы исцелить их всех». Но только один человек что-то получил. И когда вы это читаете, Библия говорит, что все эти люди дивились тому, что он сказал, и рассуждали между собой. Но они ни разу не сказали, «Да, Господь». Кто-то может спросить, «Брат Копланд, они не поверили, что он был сыном Божьим?» Он никогда не говорил им, что был сыном Божьим. Он проповедовал не об этом. Он сказал им, что был помазан. Он сказал, «Я помазан здесь делать эту работу». И он проповедовал это везде, куда бы он ни шел. А как насчет тех случаев, когда он проповедовал об этом? И люди принимали это. Тогда он разворачивался и начинал учить блаженные, алчущие и жаждущие правды или праведности. Они уже слышали помазанную проповедь и приняли это. Теперь они здоровы. И он учит их, как хранить это помазание и ходить в нем, не теряя его. Не судите и не будете судимы. «Давайте и дастся вам меру добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную отсыплют вам в лона ваша». Он сказал, «Радуйтесь, когда люди гонят и используют вас. Молитесь за них». Почему? Вы не хотите потерять это помазание, которое исцелило ваше тело и вернуло зрение вашим глазам. Вы понимаете, что он говорит? Библия становится чем-то настолько живым, когда вы осознаете, о чем он проповедовал. Дело было не в том, что они не верили, что он был Сыном Божьим. Дело было в том, что они не верили тому, что он сказал. И послушайте меня сейчас очень внимательно. это слово, которое звучало по всей Иудее. «Как Бог Духом Святым и силой помазал Иисуса из Назарета». И опираясь на то, что мы уже здесь узнали, давайте скажем это так. Вот послание, которое распространилось по всей Иудее. «Как Бог Духом Святым и снимающий бремена и уничтожающий Ермо с силой Божией помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил благотворя». Как Он благотворил или творил добро? Под помазанием. «Исцеляя всех обладаемых или угнетаемых». Как? Помазанием. Не потому, что Он был Сыном Божьим. Как я уже сказал, 12 лет Он был таким же Сыном Божьим, каким было в 31 год, когда все это происходило. В чем же разница? Помазание. Помазание. И Он прошел через все это, чтобы вы могли иметь то же самое помазание. Именно поэтому Он это и сделал. Он сказал, «Для вас лучше, чтобы я пошел, потому что если я не пойду, Дух Святой не придет». О, это Дух Помазания. Но Он сказал, «Если я пойду к Отцу Моему, я пошлю Духа Святого». Я возьму другое учение, которое Он преподал в другое время, и соединю с этим, поскольку Он говорит о том же самом. Иисус сказал, «Дела, которые творю Я, и вы сотворите, и больше сих сотворите, потому что Я к Отцу Моему иду». И это местописание в Евангелии от Иоанна, в 16 и 17 главах, где Он учит об этом. И Он говорит, «Если я пойду к Моему Отцу, я пошлю к вам Духа Святого». Аллилуйя. «Я пошлю вам это помазание». Именно поэтому Он и пошел на крест. Именно поэтому Он и сошел в ад. Именно поэтому Он и воскрес из мертвых. Именно поэтому Он и был посажен на Десну Отца. Царь, Царей, Господь Господствующий, Главнокомандующий, тело Христово сидит там, говоря, «Давайте», слава Богу, Аллилуйя, «У вас есть мой Дух, у вас есть мое имя, у вас есть мое Слово, у вас есть мое всеоружие, у вас есть мое воскресение». Это скоро грядет. Разве это не благовесть? И послушайте это. Послушайте очень-очень внимательно. Давайте сейчас вернемся к Евангелии от Луки, где он об этом проповедовал. Заметьте, когда он об этом проповедовал, и так помните, мы выяснили, что помазание это снимающие бремена, уничтожающие ермо сила, верно? «Ну, Господи на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим». Он на мне не только для того, чтобы изменить эту нищенскую ситуацию, но Он на мне для того, чтобы сделать меня способным говорить вам в такой силе, что это произведет веру внутри вас, когда вы верите в это. Вот что Он говорит. Что ж, отсюда следует, что нищета – это бремя и ермо. Были люди, которые говорили мне, что они верили, что нищета – это дар от Бога. Не знаю, кто ваш Бог, но Библия называет нищету проклятием. Она перечислена в списке проклятия закона. Бог порицал сатану за воровство. Что происходит, когда вы крадете все, что у кого-то было? Вы доводите его до бедности. Нищета означает рабство. Нищета означает, что вы не способны делать то, что делало бы ваше сердце. Нищета означает, что вы не можете помочь своим детям. Нищета означает, что вы ничего не можете поделать с данной ситуацией. Нищета означает, что у вас есть проблемы и душевная боль, которой нет у кого-то другого, просто потому, что у вас нет денег на оплату ваших счетов. Не зная, с какого дремучего леса вы выбрались, думая, что нечета является такой замечательной. Но согласно этому, это бремя и ермо. Хорошо, давайте прочитаем немного дальше. «Он послал меня...» О, мне нравится эта фраза. «Он послал меня...» Знаете, что это означает? Если Он послал его, это значит, что Он доступен, аллилуйя. Бог так возлюбил мир, что отдал. И мне нравится читать это так. «Он отдал...» «Дал меня, чтобы исцелять сокрушенных сердцем». Как? Помазанием. Следовательно, очевидно, сокрушенность сердцем — это бремя и ермо. Сокрушенность сердцем или безысходность не является результатом отсутствия работы. Я слышал, как люди это говорили. Я слышал, как люди говорили. «Ну, наша молодежь такая подавленная и отчаявшаяся из-за того, что у нее нет никаких возможностей. У них нет никакой возможности». Это ложь из ада. Вы скажете, «Да, но, брат Коплант, у нас нет этого. У нас ничего нет. Подождите минутку. Давайте нанесем эту лжу удар по голове». И тогда мы знаем, в каком направлении мы можем оттуда двинуться. Откройте послание к Ефесянам. Положите там свою закладку. Не теряйте это место в Евангелии от Луки. Боже мой, сейчас это самое горячее место в Библии. Послание к Ефесянам. Вторая глава. Слава Богу. «Когда я впервые это увидел, я вскочил с своего места и начал бегать по комнате». Двенадцатый стих. Давайте вернемся назад и прочитаем с десятого. «Ибо мы, Его творения, созданы в...» Переведите это и размышляйте над этим. «Созданы в помазанном и в Его помазании». Видите, именно помазание помогло вам родиться свыше. «Когда вы сделали Иисусу Господом в вашей жизни, к вашему духу была применена снимающая бремя, уничтожающая ирмо силы Божьи. Это также называется вечной жизнью. Это одно из ее названий. «И когда она вошла в вас, ваш старый дух умер смертью креста». Апостол Павел сказал, «Я распят со Христом». И уже не я живу. Не я. Но что во мне? Что во мне? Что во мне? Живет во мне помазанный и Его помазание. Кто во Христе, тот новое творение. Послание к Ефесянам, 2 глава. О, слава! Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа. если вы были без помазанного, значит, вы были без помазания, которое снимает бремена и уничтожает вермо. И в целях иллюстрации давайте прочитаем это следующим образом. В то время, в какое время? Когда вы были язычниками? До того, как вы узнали Бога. Все то время до того, как вы сделали Иисуса Христа Господом в вашей жизни. В то время вы были без помазания. Вы были без снимающей бремя, уничтожающей вермо силы Божьей в вашей жизни. «Отчуждены от общества израильского чужды заветов». Множественное число. Заветов обетования. Не имели надежды и были безбожники в мире. Вот откуда приходит безысходность. Мертвый дух лжет необновленному разуму, говоря вам, «Ты – ничтожество. Ты родился у людей, которые ничего не знают. Их родители ничего не знали. Их бабушки и дедушки ничего не знали. И ты никогда не будешь ничего знать». И вы просто стоите на углу улицы, и кто-то проходит мимо и говорит, «Почему бы тебе не найти работу?» И этот парень отвечает, «Никто не даст мне работу». У него по-прежнему это плантационное мышление, что какой-то белый человек просто дает этому работу, или этому работу, или не дает этому работу по своей прихоти. Нет, работа распределяется не по такому принципу. Работа для того, чтобы люди решали вопросы и задачи. Если вы можете решить для меня какой-то вопрос и задачу, я найму вас, чтобы ее решить. По такому принципу и распределяется работа. Не по прихоти какого-то белого человека, или какого-то рабочего союза, или чего бы там ни было. Это не имеет к этому никакого отношения. «Ну, наверное, мне просто придется быть торговцем наркотиков». Это ложь прямо из ада. Но возьмите того же самого человека, того же самого парня, того же самого молодого человека, и вот он делает Иисуса Господом в своей жизни. И вдруг что-то начинает работать в нем, изменяя его разум. Кто-то подходит к нему и говорит, «Я хочу тебе кое-что сказать, брат. Ты больше не отчужден от общества израильского. Ты свой по вере. Ты принадлежишь теперь Богу Всемогущему. О, да, ты все можешь в укрепляющем тебя помазании. Для тебя нет ничего невозможного. Все возможно Богу, и все возможно тому, кто верит. У тебя есть завет со всемогущим Богом. Посмотри, кто ты. Посмотри. И вдруг он уже не ищет того, чтобы кто-то что-то ему дал. Он ищет того, кому бы помочь. Что происходит? Когда он изменяет и обновляет свой разум, внутри него что-то есть. И вот этот парень, который стоял там на улице. Это помазание внутри него работает независимо от того, знает он об этом или нет. Оно работает там, чтобы избавиться от этой нищеты. Оно работает там, чтобы удалить оттуда это старое нищенское мышление. Оно работает там, чтобы удалить оттуда это старое плантационное представление. «Я не могу это сделать. Я зол на весь мир». И вот он уже хочет давать. Вот он уже хочет служить кому-то. И Бог действует такими путями, о которых он даже ничего не знает. «Да». Я имею в виду, что вы обращаете его к Слову Божьему. И вот он уже не чужд завета обетования. И он хранит его у себя перед глазами, вкладывает его в свои уши, вкладывает его в свои уста и вкладывает его в свое сердце. И вот он уже работает над чем-то, он верит Богу. Он питает свой дух, он оживает внутри Словом Божьим. Он забыл о торговле наркотиками. Этого больше уже нет внутри него. Он даже уже не в курсе этого. Он работает над Словом Божьим. И вот он уже начинает исповедовать что-то. Благодарение Богу. Я все могу в укрепляющем меня Христе. Я все преодолеваю. Хвала Господу. Вот что я сделаю. Я выберусь из этого. Я выберусь из этих трущоб, этого гетто, в котором я жил. Слава Богу. Он сделал для кого-то небольшую работу. И тот человек заплатил ему несколько долларов. И вот он идет, чтобы купить себе что-то в Макдональдс. Он направляется в Макдональдс, и вдруг он думает. Не думаю, что мне хочется сегодня есть в Макдональдсе. Не думаю, что мне сегодня сгодится Биг Мак. Что я хочу? Я думаю, что я отправлюсь в то место и куплю себе то мясо, зажаренное на решетке, о котором они говорили. У меня есть немного больше долларов, чем обычно. Я отправлюсь туда. И он приходит туда и собирается сесть за один из столиков. И что-то подсказывает ему. Нет, думаю, я сяду вот здесь. Он садится там, достает свой Новый Завет и начинает читать. О, аллилуйя. Да, принесите мне один из этих бутербродов с рубленым, зажаренным на решетке мясом и стакан чая. Не сладкого. Без сахара. С лимоном. Да, хорошо. Слава Богу. Хвала тебе. Аллилуйя. Слава Богу. И человек, сидящий рядом с ним, спрашивает. Что ты читаешь? О, я читаю Новый Завет. Несколько недель назад, один человек привел меня к Господу. И я попросил Иисуса войти в мою жизнь. И он вошел в нее. И я узнал, кто я во Христе. О, позволь мне здесь кое-что тебе прочитать. Тот человек спрашивает. А чем ты занимаешься? Чем ты зарабатываешь на жизнь? Ну, знаешь, я вырос здесь. На этой ужасной улице. Я никогда ничем не зарабатывал на жизнь. У меня никогда не было жизни. Чтобы быть честным с тобой, раньше, чтобы что-то иметь, мне нужно было это украсть. Я больше этого не делаю. Слава Богу. Я верю, что мой Бог восполняет мои нужды по своему богатству в славе. И я помогаю, кому могу. И тот человек спрашивает. О, хочешь получить работу? Да. Хочешь работать в этом... Джеки в коробочке? И его первая мысль. Я не собираюсь работать на какого-то белого человека за 5 долларов в час. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Но вдруг Дух Святой внутри него говорит, соглашайся. Это не работа, это место. Да, отвечает он, думаю, я согласен. Он попадает туда и, о, он отлично себя чувствует. Получает зарплату каждую пятницу, слава Богу. Отлично проводит время. Завоевывает людей для Иисуса. Становится самым счастливым человеком на свете. И все там считают, что он самый классный. И тот же самый человек приходит в один из дней и говорит, «Знаешь, я ничего тебе об этом не сказал, когда взял тебя на работу, потому что я не хотел, чтобы ты тогда это знал. Но Дух Божий сказал мне прийти сюда сегодня утром. Я осознавал, что когда ты сел рядом со мной, это было не просто так. Я просил Бога послать мне молодого человека, которому я мог бы доверить этот бизнес. Молодого человека, наполненного Духом Святым. Молодого человека, который честен перед Богом. Потому что я владею несколькими такими ресторанами. И этот один из лучших. Но у меня нет никого, кому бы я мог его передать. Ты не хотел бы, чтобы мы обучили тебя быть менеджером? Его первая мысль. Я на это не горжусь, я не могу. И Дух Божий говорит, замолчи и скажи «да». Да, я отлично справлюсь с работой. И вот за их счет они посылают его учиться. Он отправляется туда, учится там, слава Богу, возвращается назад и становится отличным менеджером. Вскоре он уже управляет тремя или четырьмя ресторанами, зарабатывает хорошие деньги. А они готовят его к еще большему. Но что-то беспокоит его. Я не знаю, что это такое. Я просто не знаю, что это. Но что бы там ни было. Спустя несколько дней к нему приходит человек и говорит «Сэр, могу я с вами поговорить?» «Да». «Вы менеджер этого ресторана, не так ли?» «Да». «Фактически, вы менеджер ресторана на четвертой улице и на пятой улице». «Да, верно». «Мне сказали, что вы посвященный христианин». «Да, верно, слава Богу, Иисус мой Господь и Спаситель». «Фактически, я работаю на Него больше, чем на этот ресторан». «Ну, мне просто интересно». «На следующий день снова приходит тот же самый человек, покупает себе бутерброд и говорит, «Вы управляете большими деньгами и большим количеством людей в этом бизнесе, не так ли?» «Да, конечно». «Вы прошли обучение в учебном центре этой компании, не так ли?» «Да». «Как вы туда попали?» «Я бы не сказал вам, если бы вы не спросили». «Но я не против сказать вам, что силой Духа Святого». «Я не думал, что гожусь на это, но я поехал туда и начал молиться в Духе Святома, и Бог начал учить меня. И я не против сказать вам, что я набрал самый высокий балл на итоговом экзамене по сравнению со всеми остальными». «Да, интересно, пусть Бог вас благословит» и уходит. Спустя пару дней он снова приходит и снова заказывает себе бутерброд. «Теперь он уже приходит сюда, как его старый друг». «Да, сэр, как выживаете?» «Спасибо, хорошо. Кстати, чем вы занимаетесь?» «Я нахожусь в служении». «Серьезно?» «Да, да». «Меня просто не оставляет такое чувство, что нас обоих что-то связывает. Своего рода божественная связь». «Что ж, — отвечает тот человек, — «я скажу вам, что я продолжаю приходить сюда, потому что я верю, Бог обучил вас, чтобы вы вместе со мной были в моем служении и управляли моим бизнесом». Видите? Именно такие вещи и происходят, когда вы не чужды заветов обетования. То, что вам на работе платят всего 5 долларов в час, еще ничего не означает. Это просто маленькое семя в ваших руках. Идите туда и работайте так, как будто вам платят 4 тысячи долларов в час. Аминь. Потому что у Бога есть кое-что другое. Вы в итоге можете оказаться владельцем этого магазина. Бог может отдать его в ваши руки. Но когда вы начинаете осознавать, вот откуда приходит надежда, зная, что это помазание, которое снимает бремена, уничтожает ирмо, изменяет разум, изменяет людей, исцеляет тела и снимает бремя нищеты. Снимает бремя нищеты. Вы понимаете это? Вы понимаете сейчас ход моей мысли? Послушайте, вы в конечном итоге приходите к тому, что, просыпаясь каждое утро, думаете, «О, интересно, что сегодня произойдет? Боже мой! Слава Богу! Аминь!» Тот сценарий, который я вам привел, в одной или других разных формах, взят из реальных примеров жизни некоторых людей, свидетельств, которых я знаю. Мы с Глорией были на Гавайях. Мы проповедовали по всем Гавайям. Я был настолько уставшим, мне больше не хотелось проповедовать никому никакой проповеди. Мне хотелось побыстрее сесть в то утро на 747-й Боинг и проспать 9 часов перелета через Тихий океан. Мне очень хотелось вернуться домой. Я ворчал там. Глория сказала, «Я спущусь вниз и займу для нас столик на завтрак. Спускайся, когда будешь готов. Хорошо, я буду через минуту». Она спустилась вниз в ресторан. И вы должны были подойти к официантке, чтобы она вас посадила. И там можно было сесть на открытом внутреннем дворике, где было очень хорошо и красиво, с видом на океан. Замечательно так в последний раз там утром позавтракать. Поскольку мы провели там не самое легкое время, я столкнулся с какими-то бесами на юге Тихого океана, когда там проповедовал. В любом случае, мы одержали победу, но я был вымотан. И Глория подошла туда. И мы собирались сесть в этом красивом внутреннем дворике. Я к тому моменту еще не спустился. Слава Богу. Она подошла к официантке и та спросила, «Одно место?» Глория ответила, «Нет, два, пожалуйста, вместе для некурящих». Это все, что она успела сказать. Как тут подошел какой-то человек, оттолкнул Глорию, встал прямо перед ней и сказал, «Мы хотим сесть на террасе». Официантка провела его туда и посадила за последний столик на террасе. И Бог не позволил мне спуститься туда раньше, потому имевшегося у меня освящения было недостаточно, чтобы стерпеть это. Вы понимаете? Но когда я спустился туда, Глория уже шла за официанткой. Эта женщина провела нас в самый дальний конец ресторана, затем повернула за угол и провела нас в ту часть ресторана, о существовании которой мы даже не подозревали. Ее невозможно даже было увидеть. Это был какой-то склеп. Но там можно было взять на завтрак яйца, поэтому мы пошли туда. Там было полно людей. Глория зашла туда. И к тому времени я уже еле ковылял и думал, «Давайте, поторопимся, я хочу есть». Глория подошла к столику. Официантка отодвинула для нее ее стул. Она было начало садиться, но потом сказала «нет» и села на другой стул. И когда она села на другой стул, ее стул придвинулся к стулу другой женщины, фактически задел его. И, конечно же, Глория пододвинула свой стул ближе к столу. А та женщина закричала «О-о-о, сестра Копланд, о-о-о!» «О-о-о, сестра Копланд!» Я подумал, «О, Боже, начинается». Ну что теперь? Я каюсь, Иисус. Я каюсь. Глория спросила «Чем я могу вам помочь?» «О, нет», — ответила та женщина «Со мной такого никогда не было». «Со мной такого никогда еще не было». Глория спросила «Что произошло? Вы хотите, чтобы я за вас помолилась?» «О, нет, со мной такого никогда еще не было». «Со мной впервые такое произошло». Глория спросила «Что?» Она ответила «Прошлым вечером Господь сказал мне отдать вам мое кольцо». И я не знала, это был Бог или нет. И я сказала «Бог, если это ты, пусть Глория сядет рядом со мной утром за завтраком». Глория не просто села рядом с ней. Она чуть не села на нее. Аминь. И это было великолепное маленькое кольцо с изумрудами и бриллиантами. Там были маленькие квадратики на небольшом пьедестале. Эти маленькие квадратики вращались, вращались и вращались. Стоило немного пошевелить рукой, и кольцо начинало вращаться. Как-то раз Глория надела это кольцо, и один человек подошел и сказал «Леди, вы знали, что ваше кольцо двигается?» Это маленькое кольцо постоянно танцевало. Мы сели на самолет и направились в Форт-Уорд. И Дух Святой проговорил Глории. Он повел нас в то место. Мы даже не знали, что Он вел нас туда. Мы думали, что нас нечестным образом лишили места на террасе. Мы только что получили откровение Божье о стократном урожае из 10 главы Евангелия от Марка. Иисус сказал «Любой, кто дает ради Меня Евангелие, получит ныне, в это время, во стократ, а в веки грядущем, жизнь вечную». Это было настолько много, мы с трудом могли в это поверить. Мы сели на самолет, и к этому времени я уже почти спал. А Глория сказала «Эй, что?» Она сказала «Послушайте это». Она вытянула перед собой руку с кольцом. Раз, 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 раз. Кольцо все крутилось и крутилось. Она сказала «Дух Святой только что сказал мне. Каждый раз, когда ты смотришь на это кольцо, оно будет работать». Я хочу, чтобы вы знали, 24 часа в сутки Дух Святой, все ангелы Божьи и все небеса работают, даже когда вы спите, чтобы проследить за тем, чтобы ваш стократный урожай приходил к вам, и чтобы он приходил в этой жизни. Слава Богу. Он сказал «Ты смотришь на это кольцо, и оно движется, и оно работает. Всегда помни, что твое процветание работает там для тебя, даже когда ты спишь». Мы не могли отрицать того, откуда оно к нам пришло. Аминь. Вы понимаете, что происходило? Помазание направляло нас, чтобы привести нас в правильное место, в правильное время, потому что Бог хотел кое-что сказать. Бог хотел кое-что сказать. Я хочу, чтобы вы знали, что это кольцо оставило след на моей жизни, на жизни Глории, изменило курс всего нашего служения, потому что именно тогда-то мы начали действительно возрастать финансово. Затем Господь сказал «Я показал тебе это, я хочу, чтобы ты шел и проповедовал это нациям». Это изменило все наше служение и всю нашу жизнь. Все потому, что снимающая бремена сила помазания привела нас в правильное время, в правильный момент, чтобы Бог вручил нам это кольцо. И затем Бог смог благословить и эту 80-летнюю женщину за то, что она сделала. Бог абсолютно находчив и умен, если вы хотите знать правду. Аминь. Бог дает вам все необходимое настолько просто, что это все равно, что сходить за покупками в магазин, потому что я научился с годами распознавать божественные встречи, когда они происходят. В действительности, это суть сегодняшнего послания. Приготавливайте себя, будьте готовы, ожидайте этого. Говорю вам, ваше благословение может прийти и уйти. И вы даже не будете знать, что это было. С людьми это происходит постоянно, потому что они по-прежнему думают о проблеме. По-прежнему думают, я не могу это сделать. Перейдите туда и скажите, слава Богу. Это снимающее бремя, уничтожающее ирмо, удаляющее нищету, удаляющее долги, удаляющее недостаток помазания, работает во мне сейчас. И Господом утверждаются стопы, шаги праведного человека, аллилуйя, слава Богу. Понимаете, это была божественная связь, встреча. Что происходило? Во мне работало помазание, которое уничтожает бремя нищеты. Я не отправился туда, думая, я буду кому-то проповедовать. Ну, куда бы я ни шел, я готов кому-то проповедовать. Это то, чему мне пришлось научиться за последний год. Не пропускать мои встречи. Потому что наиболее божественные встречи происходили тогда, когда я не знал, где они произойдут. Аллилуйя. Однажды я прохаживался по парковке около одного магазина. И кто-то окликнул меня. Брат Копланд! Я сказал, здравствуйте. Та женщина сказала, я ваш партнер. Это приводит меня в восторг каждый раз, когда я это слышу. Я ответил, слава Богу. И Господь сказал, пойди и поговори с ней. Хорошо. Глория стояла там. Я сказал, пойдем и поговорим с ней. Мы подошли к ней. Обменялись рукопожатиями. У нее была целая машина детей. И она начала немного плакать и сказала, я бы хотела, чтобы вы помолились. Я ответил, хорошо. Она сказала, одни люди хотят отнять у меня мой дом. Это неправильно, это незаконно, то, что они делают. Но они все равно это делают. У меня нет мужа. У меня нет никого, кто бы мог мне помочь, кроме Духа Божьего. И Бог сказал мне приехать на парковку этого магазина. О, мы начали молиться. Мы верили Богу. И мы стояли там, молились и верили. И Бог сказал, дай ей деньги для того, чтобы она могла рассчитаться за свой дом. Поучаствуй в этом. И сохрани этот дом для этой семьи. Именно поэтому я и послал тебя сегодня в этот магазин. И это не были такие уж большие деньги. Это был один из позорных моментов в этом деле. Те люди пытались забрать у нее этот дом из-за какой-то ерунды. В которую кто-то мошенническим образом ее втянул, понимаете? Что ж, она получила избавление. И Бог получил хвалу и славу за это. И эта семья сохранила свой дом. И у этих детей была наполненная Духа Святой Мамы, которая растила их. Ну, брат Коплан, знаете, будь это я. У меня нет достаточно денег, чтобы рассчитаться за чей-то дом. Это потому, что вы никогда не планируете быть использованными на парковке. Выходите на такой уровень, где вы готовы быть использованными на парковке. Бог приведет вам деньги, чтобы это сделать. Возможно, у вас не будет и десяти центов в тот момент, когда вы будете с кем-то разговаривать. Но если Бог будет вас использовать, не говорите, я не могу, мы не можем себе этого позволить. Просто начните прославлять Бога. Если Бог хотел, чтобы вы оказались там, Он приведет вам эти средства, чтобы вы могли ими им помочь. Именно так и приходит процветание. Аминь. Бог ищет даятель. Он ищет людей, которые будут пахать и сеять. Слава Богу. Для Бога не проблема привезти вам все необходимое. Отец, мы прославляем тебя сегодня. Мы просто благословляем тебя и благодарим тебя за то, что ты сделал с нами, и что ты сделал для нас. И что ты сделал в нас. И что ты сделал через нас. О, Господь, мы ничего еще не видели. И оно уже настолько хорошо. И мы просто благословляем тебя и благодарим тебя за твое слово. Отец, мы приходим сегодня к твоему слову. Мы приходим перед ним, ожидая. Мы молимся во имя Иисуса и ожидаем результаты благодаря этому имени. Мы благословляем и прославляем тебя. И я благодарю тебя, что каждого человека, каждого мужчину, каждую женщину, каждого мальчика и девочку в этом здании сегодня коснется сила живого Бога. Аллилуйя. Спасибо тебе за это, Господь. Спасибо тебе за это, Иисус. Хвала тебе за это, Господь. Давайте какое-то время просто будем прославлять и поклоняться Ему. Аллилуйя. Спасибо тебе, благословенный Господь. Спасибо тебе, благословенный Господь. Спасибо тебе, благословенный Господь. Давайте откроем сегодня наши Библии на первом послании Иоанна. Не на Евангелии от Иоанна, а на Послании Иоанна. Пятая глава. Первая Иоанна, пятая глава. «Всякий верующий, что Иисус есть помазанный, от Бога рожден. И всякий любящий родившего, любит и рожденного от Него. Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его нетяжки. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его». В конце концов, вы сказали бы кому-то, «Я люблю тебя всем своим сердцем, но я не планирую делать что-либо из того, что ты говоришь». Понимаете? Так оно не работает. Не так ли? Нет. Когда вы кого-то любите, вы изо всех сил стараетесь делать то, что они говорят. Аллилуйя. Хорошо. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера наша». Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий? Итак, он сказал, что тот, кто верит, что Иисус является помазанным, рожден от Бога. Кто из вас в это верит? Аминь. Хорошо. Здесь говорится, «всякий верующий, что Иисус есть Сын Божий, побеждает мир». Кто из вас в это верит? Поднимите свою руку и не опускайте ее. Вы видите, что это поднята ваша рука? Вы не смотрите на руку кого-то другого, вы смотрите на свою. Это ваша рука. Если вы верите, что Иисус рожден от Бога, если вы верите, что Он Христос, если вы верите, что Он Сын Живого Бога, вы победитель мира. Вы станете им не после того, как умрете и пойдете на небо. Когда вы умираете, вы покидаете этот мир. Ну, брат Копланд, я не побеждаю. Я не сказал, что вы побеждали. Я сказал, что вы победитель. А раз вы победитель мира, вам будет полезно начать побеждать его, вместо того, чтобы постоянно оказываться побежденными. Слава Богу. Пусть будет превознесен Бог, которому доставляет огромное удовольствие процветание его слуги. Слава Богу. Я просто хотел повторить это еще раз. Говорите это постоянно. Аллилуйя. Хорошо. Божий план для нашей победы. Сия есть победа, победившая мир. Сия есть победа, победившая мир. Мы победоносны. Мы победители мира во Христе Иисусе, в помазанном Иисусе и в Его помазании, которое снимает бремена и уничтожает ермо. Аллилуйя. Итак, вы в первом послании Иоанна. Откройте вторую главу и прочитайте 20 стих. Вы имеете помазание от святого и знаете все. Возможно, вы не знаете, что вы знаете все. То тот, кто знает все, находится внутри вас. Если это вас не впечатлило, попробуйте вот это. Мы имеем ум Христов. Подумайте об этом. Задумайтесь немного над этим. Поразмышляйте об этом. Переведите здесь слово «Христос» и поразмышляйте немного об этом. Это то, что Дух Святой сказал через апостола Павла. Мы имеем ум помазанного. Другими словами, нашему разуму доступно то же самое помазание, которое пребывало на его разуме, когда он был на этой земле и пребывает на его разуме и сейчас. Он глава, а мы тело. И этот разум в вас. Это помазание в вас. «Тот, кто пребывает внутри вас, знает все». И он ничего не удерживает. «Ну, брат Коплант, он никогда мне ничего не говорит». Нет, он говорит. О, да. Ему было приказано прийти и говорить. Иисус сказал, «Когда Дух Святой придет, он возьмет мое и покажет это вам. И все, что есть у отца, является моим». И снова говорю, «Он возьмет от меня и покажет это вам». Это его работа. Он пришел сюда не для того, чтобы до него было сложно достучаться. Но он находится здесь, среди кучки духовно тупых людей. Это не он не говорит. Это мы не слышим. Вот в чем здесь проблема. Говорю вам. Я не знаю, какими нас видят небеса. Ангелы одновременно могут видеть вас и Бога. Они могут видеть Духа Святого внутри вас. Вы выглядите намного лучше, чем вы думаете. И они могут видеть. Вы можете себе представить, как это может выглядеть? И Дух Божий говорит, «Не следуй этим путем. Поверни сюда, поверни сюда. О, ты пропустил этот поворот. Поверни сюда, поверни. Нет, не ходи туда. Нет, не ходи туда». Что? Что? Мне показалось, что я что-то слышал. Я думаю, я пойду сюда. Зачем вы туда пойдете? О, я не знаю. Что-то сказала мне пойти туда. Возможно, именно так мы и выглядим. Скажу вам. Мы напоминаем бестолковую толпу. И Дух Святой говорит нам, что происходит. Рассказывает нам все великие тайны небес. А мы просто... Боже мой. Аллилуйя. Ну, вот что я вам скажу. Мы становимся лучше. Вы меня слышите? Мы становимся лучше. Мы, наконец, решаем, что будем уделять время тому, чтобы прославлять Бога. Мы будем уделять время тому, чтобы поклоняться Богу. Проводить хорошее, качественное время в Его Слове. И проводить время, успокаиваясь перед Ним. Не нужно все время только говорить. Не нужно. Аминь. Один из великих апостолов 20 века. Руфус Молзли. Сказал, что однажды он был в Чикаго. В его жизни возникла одна серьезная ситуация. Это было еще в самом начале 20 века. И он поднялся в свой гостиничный номер. Упал на пол и просто взывал к Богу. О, Боже! О, Боже! О, Боже! О, Боже! О, Боже! И потом он остановился и подумал. Вот лежит глупец, который ничего не знает. Не давая и слова сказать тому, кто знает все. У меня не выходило это из головы. Вот лежит глупец, который ничего не знает. Не давая и слова сказать тому, кто знает все. Послушайте, когда мы с Глорией приехали в университет Урала Робертса, я был невеждой в отношении Писания. Я любил Бога, но я ничего не знал о Слове Божьем. И до этого изучением Библии занималась только Глория. Наверное, я был слишком занят или глуп. Или еще что-то. Но в любом случае, в конце концов, я послушался Бога. Я спорил с Богом. Он хотел, чтобы я отправился в университет Урала Робертса. А я все. Нет, 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 я не могу туда поехать. Нет. Я не знаю. Я не могу. Я не могу это сделать. Один год, два года, три года. О, нет, я не могу. Я не могу это сделать. Нет, нет, нет. И Глория сказала, Кеннет, может, нам стоит туда поехать? Я ответил, Глория, у нас двое маленьких детей. Мы умрем там с голода. Она сказала, Кеннет. Мы уже умираем с голода. Мы с таким же успехом можем умирать с голода в воле Божьей, как мы умираем вне ее. Что ж, в этом был смысл. И она сказала, Знаешь, какой-нибудь человек из Нью-Йорка, а мы были в Техасе, это очень далеко от Нью-Йорка, она сказала, Какой-нибудь человек из Нью-Йорка, о котором ты никогда не слышал, может позвонить тебе по телефону, предложить тебе работу пилота какого-нибудь старого добитого самолета, которого ты никогда даже раньше не видел, предложить тебе какую-нибудь дикую работу, и ты соберешь меня, детей, и все, что у нас есть, и еще до полуночи отправишься в Нью-Йорк, чтобы устроиться на работу к человеку, о котором ты никогда даже не слышал, и ты даже не знаешь, есть у него деньги, чтобы платить тебе за работу или нет. И я знал, что каждое ее слово было правдой. И она сказала, Бог уже три года призывает тебя пойти работать на Него, и не может заставить тебя обратить на Него внимание. Я сказал, поехали в Талсу. Боже мой. Я имею в виду, что Бог работал, понимаете? Мы поехали туда. Орл Робертс проводил в своем университетском городке партнерские собрания. И на последнем служении там было около 500 человек. Брат Робертс сказал, в заключении этого служения я возложу руки на каждого присутствующего здесь. И он возлагал на людей руки. Он стоял на небольшой платформе, где-то вот такой высоты. Вот такой высоты в две ступеньки. И люди проходили перед этой платформой. И он возлагал на них руки, он возлагал их на них вот так, когда они проходили. Я не знаю, как я оказался отделенным от Глории и моих родителей, но он возложил на меня руки. И, ожидая их, я отошел и сел там с краю на тот ряд стульев, потому что они выводили вперед один ряд за другим. И этот ряд был уже пуст. И пока я там сидел, и помните, о чем мы здесь говорим? Внутри вас есть помазание, которое знает все, знает, где ваше место. Оно управляет вашей жизнью, чтобы привести вас туда. И если вы будете прислушиваться, все будет намного легче. Вы скажете, ну, я не знаю, как прислушиваться. Я тоже не знал. И вот где нам нужно проводить много времени в прославлении и поклонении, поскольку именно там вы учитесь тому, как слушать Бога. Вы не учитесь тому, как слушать Бога, ворча, жалуясь, или причитая о своих проблемах и обо всем том, что с вами не так. Бог, неужели ты не понимаешь, что я болен? Почему я, Господь? Так вы не услышите от Бога, потому что вы не сказали ничего, что имело бы к Нему какое-то отношение. И вот я сидел там и смотрел, как Он возлагал руки на людей. И в своем духе я чувствовал себя так спокойно и комфортно. Я был в правильном месте. И я знал это. И я сидел и смотрел, как Он возлагал руки на людей. И вдруг, как если бы вы вот так щелкнули пальцами, я закрыл глаза, потом снова их открыл, и я посмотрел на людей, которые все еще ждали своей очереди, чтобы на них возложили руки. Я посмотрел на них, все люди там, за исключением Орла Робертса. Вдруг в духе стали прозрачными. Все, что я мог видеть от их физического тела, это лишь маленький слабый контур. Я мог смотреть прямо сквозь них. Я знал, что я был в духе. Я никогда раньше не был в духе таким образом. Я никогда раньше такого не переживал. С тех пор со мной не так уж часто такое происходило. Это было настолько сильно. Но знаете, вам не нужно теряться в догадках, где вы, когда вы оказываетесь в духе. Я мог видеть, и я продолжал смотреть. Я видел там этих людей. Я мог видеть их контур, которым было их физическое тело. Но это была просто слабая линия. Я мог видеть сквозь них. И внутри этого контура я мог видеть такого маленького человечка, каких иногда рисуют дети. Его тело, руки и ноги были в виде палок. И у него была большая круглая голова. И он выглядел очень больным и хилым. Когда я это увидел, сострадание Божье, я могу это видеть. Я могу это видеть. Я прямо сейчас могу это видеть. Внутри меня поднялось сострадание Божье. Я начал плакать и рыдать. Я никогда в своей жизни раньше не видел таких больных, уставших, слабых, маленьких духовных существ с такими огромными, переполненными образованиями головами. Я спросил, «Бог, что это?» Я просто начал кричать. Я просто рыдал, рыдал, рыдал. Это просто изливалось внутри меня. Он ответил, «Это плохо питающийся, рожденный свыше дух этих людей. Они даже не знают, что у них есть вера. И они не знают, что с ней делать. Они ничего не знают об искуплении. Они просто ходят в своем религиозном образовании и в своем мирском образовании. Они накачивали образованием свои головы за счет своего духа». И он сказал, «Сын, эти люди еще лучше из лучших. Ты бы посмотрел, как выглядят остальные». Вот скажу вам, это причинило мне такую боль. Это причинило мне такую боль. Мне хотелось встать и выбежать из зала, но я не мог. Я не мог пошевелиться. И я рыдал, рыдал и рыдал. Я спросил, «Зачем ты мне это показываешь? Почему я это вижу?» Он ответил, «Я призвал тебя питать этих людей, но до сих пор я не мог тебя заставить что-то на этот счет сделать». Это все, что он сказал. Я встал. Глория и родители уже вышли из зала. Я встал и тоже вышел из зала. Сказал, «Глория, иди сюда». Я все еще продолжал плакать. Я попытался рассказать ей, что со мной произошло. Я попытался объяснить ей это. Я сказал, «Глория, я не знаю. Я, наверное, отсюда даже домой не поеду. Я не знаю, зачислить меня в университет посреди года или нет. Сейчас уже первая неделя ноября. Я не знаю. Я ничего об этом не знаю, но я должен что-то на этот счет сейчас предпринять». И она ответила, «Ой, я не против. Давай просто начнем молиться, узнавать и поговорим с кем-то». Там, в штате служения, работало два человека, с которыми я познакомился через общение полно евангельских бизнесменов. Я начал их искать. Одного из них я нашел в тот день в кафетерии. К тому времени я уже немного успокоился. Я пошел туда и попытался рассказывать ему, что со мной произошло, и я снова начал рыдать. Я не мог это сдерживать. Оно просто изливалось из меня. И я рассказал ему немного о том, о чем я уже рассказал вам. Я не сказал ему о той аварии, но я сказал ему, что я находился вне воли Божьей и что мое место было там. Я должен был там учиться. Он сказал, «Что ж, хорошо, пойдем поговорим с тем-то и тем-то». Это был другой человек, с которым я был знаком. Мы пошли говорить с ним. Он был одним из деканов. Я рассказал ему, что я только что увидел. Я сказал, «Я не знаю, как у меня это получится». Учась последний год в школе, я бежал от Бога, и у меня были ужасные оценки. Я все-таки закончил школу, но я не знаю, кто-нибудь здесь захочет взять меня в университет или нет. К тому же это было уже так давно. Я окончил школу в 1955 году, его 1966 год. Мой быстрый разум смог подсчитать, что прошло уже 11 лет. Я сказал, «И про мой последний год обучения в школе можно забыть». Директор школы остановил меня в коридоре выпускной день, кнул своим пальцем мне в грудь и сказал, «Некоторые люди оканчивают эту школу, а других мы выпускаем отсюда, чтобы избавиться от них. Угадай, к какой группе относишься ты?» Весь тот год между нами шла война. Боже мой! Он был рад избавиться от меня, а я был рад избавиться от него, и я не планировал когда-либо снова оказаться внутри учебного заведения. И вот я сижу здесь, не зная, что скажут на этот счет работающие здесь люди. Он посмотрел на меня и сказал, «Копланд, не знаю, какой я имею здесь вес, но я полагаю, вы будете здесь учиться». Я сказал, «Слава Богу! Больше никаких китов!» И он сказал, «Кроме того, Дух Святой, который дал вам это видение, имеет здесь большее влияние, чем кто-либо. В этом суть нашего университета». Я ответил, «Да, сэр. Что я должен сделать?» Он сказал, «Приезжайте сюда на экзамены в середине семестра. Регистрация 1 января». Я ответил, «Я буду здесь. Аллилуйя». Видите, что происходило внутри меня? «Тот, кто во мне знает все». И посмотрите сюда. Вторая глава. Прочитайте 27 стих. 1 Иоанна 2, 27. «Впрочем, помазание, которое вы получили от него, в вас прибывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но, как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте». И это не означает, что мы должны отменить и отбросить учение. Он говорил совершенно не об этом. Давайте читать дальше. И мы увидим, о чем он говорит, говоря, что вы не будете иметь нужды, чтобы кто учил вас, благодаря тому помазанию, пребывающему внутри вас. Смотрите. 1 стих 3 главы. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Вы не имеете нужды, чтобы кто-то приходил и учил вас, что Бог любит вас. Внутри вас есть это помазание, которое знает. Это помазание, о котором я сейчас говорю, является помазанием, чтобы жить. Это помазание Бога Всемогущего, которое свидетельствует внутри вас, что, знаешь, это правильно, знаешь, это верно. Слово Божье говорит, тот, кто во мне, больше того, кто в мире. И что-то внутри меня говорит. Знаешь, это правильно, это верно, это верно. Где-то месяц спустя, тогда в Талсе, я впервые услышал проповедь Кеннета Хейгена на кассете. Я услышал то, чего я никогда в своей жизни не слышал. Боже мой. Я услышал его проповедь. Вы можете выписать свой собственный билет у Бога. О, ее название злило большинство людей. О, кто о таком когда-либо слышал? Выпиши свой собственный билет у Бога. Но когда Хейген начал проповедовать, что-то внутри меня, мой разум говорил, что-что, но что-то внутри меня. Что-то. Что-то. Помазание внутри меня говорило. Верно. Верно. Это мой возлюбленный сын. Слушай его. Слушай его. Слушай его. Слушай это. Ухвати за это. Я хочу, чтобы вы знали. Слово Божье начало поступать внутрь меня. И за две недели я узнал о Слове Божьем больше, чем за 30 лет. Аллилуйя. Я имею в виду, что мы вышли оттуда рыча, как лев из колена Иудина. Слава Богу. Понимаете, чего я не понимал, так это того, что Бог помещал меня туда с определенной целью. Он не пытался просто поместить меня куда-то, где я не хотел быть. Моя плоть не хотела туда ехать. По правде говоря, я не хотел иметь ничего общего с учебными заведениями. Они мне не нравились. И я не хотел больше иметь с ними ничего общего. Вторая причина. Я не хотел ехать туда, потому что до того времени пилотирование самолетом было моим Богом. Всю свою жизнь я потратил на то, чтобы стать пилотом. Когда мне было 8 лет, я знал, что именно этим я и буду заниматься. Я чувствовал, что я просто рожден летать. Это было моим Богом. И с этим нужно было разобраться. Понимаете? То есть, во-первых, мне не хотелось ехать туда учиться. Во-вторых, я начну проповедовать, а значит, о самолетах можно забыть. Но я отправился туда в послушание Богу и в первый же день, как я приступил к учебе, меня взяли на работу пилотом лучшего самолета, который я когда-либо видел. Но к тому времени я сказал Богу, «Отец, я кладу это желание летать к твоим ногам. Если я никогда не запущу больше ни один пропеллер, если я никогда больше не буду летать, если я никогда не сяду за штурвал реактивного самолета, и к тому времени я ни разу не управлял реактивным самолетом, я сказал, «Если я никогда не сяду за штурвал реактивного самолета, я не хочу, чтобы что-либо когда-либо становилось между нами. И что касается меня, я отложил это, повернулся и ушел. Я не планировал, что когда-либо вернусь». Понимаете? Но Бог даст вам желание вашего сердца. Но никогда не позволяйте своему так называемому желанию сердца становиться между вами Богом. Не позволяйте ничему становиться между вами и помазанием. Это помазание является самым важным, что есть в вашей жизни. Это самое лучшее, что когда-либо с вами происходило. Это помазание внутри вас будет вовеки, вовеки и веки и веки и веки. И чтобы в этой жизни не происходило, помазание намного ценнее. Храните его неповрежденным. Храните его. Я хочу кое-что показать вам и служение Иисуса относительно нашей победы. Откройте вместе со мной Евангелие от Иоанна. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 6 стих. Давайте вернемся немного назад и прочитаем предыдущие стихи. В первом стихе говорится, «После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вефезда, при которой было пять крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых и сохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальне и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какое бы ни было держим болезнью». Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему, «Хочешь ли быть сделан целостным?» Как говорится в некоторых переводах Библии. Он не сказал, «Хочешь ли быть исцелен?» Он спросил, «Хочешь ли быть сделан целостным?» В некоторых неаккуратных переводах переведено «Быть здоров или исцелен». Но если вы обратитесь к симфонии и посмотрите в ней все эти слова, у всех должен быть толковый словарь новозаветных слов Вайна. Обратитесь к нему и посмотрите в нем все эти слова. Посмотрите их значение. Посмотрите, Иисус сказал то, что Он сказал. Он сказал, «Хочешь ли быть сделан целостным?» Я хотел прочитать это вам и обратить на это ваше внимание. Божий план для нашей победы – это полная, совершенная целостность на уровне духа, души и тела, в финансовом плане, в социальном. Всегда целостны. Скажите, «целостны». Для того, чтобы обосновать это, давайте дальше посмотрим Новый Завет. И мы обратимся к первому посланию к фессалоникийцам. Откройте пятую главу, последнюю главу первого фессалоникийцам, 23 стих. Первое фессалоникийцам, 5, 23. «Сам же Бог мира, да освятит вас во всей полноте, в полноте, полностью, целиком». «Это делает вас целостными». «Осветить» означает «отделить для него». «И ваш дух во всей целости». Позвольте мне прочитать это таким образом. Из грамматической точки зрения это не является неверным, поскольку это подразумевается здесь три раза. «И ваш дух во всей целости, и душа во всей целости, и тело во всей целости, да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса, помазанного Богом. Верен призывающий вас». Призывающий вас к чему? Призывающий вас к целостности. Не только к святости. К святости он вас тоже призывает. «Это является частью того, чтобы быть сделанными целостными». Но Бог призывает вас прийти к Нему и быть сделанными целостными на уровне духа, души и тела. Для того, чтобы ваше тело было целостным, оно должно быть здоровым. О нем нужно заботиться. У вас не целостное тело, если оно здоровое, но мерзнет. Вам нужна одежда, вам нужен кровь, вам нужны деньги на еду. Все это имеет отношение к целостному телу, для целостной души. Это означает, что о вашей воле, ваших эмоциях и вашем разуме нужно заботиться. Их нужно обучать, обновлять в отношении слова живого Бога. Целостная душа. Ваш целостный дух. Для этого помазание там и находится. И заметьте, он здесь сказал, «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш целостный дух, и целостная душа, и целостное тело, да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса помазанного. Верен призывающий вас, который сотворит сие». Он сотворит это. Он будет это делать. Я сказал, «Он будет это делать». Аллилуйя. Слава Богу. Это его план для вашей победы. Чтобы вы были сделаны целостными. Ваша целостная душа. Ваш целостный дух, извините. Чтобы ваш целостный дух, ваша целостная душа, ваше целостное тело было без порока. Когда с ним все в порядке. Когда о нем хорошо заботятся. Хорошо заботятся. И он вложил в вас свое помазание, которое снимает бремена и уничтожает ермо. И знает все. Исследует сердце Бога, чтобы проследить за этим. Итак, что вы будете делать? Всегда ищите добра и друг другу, и всем. Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все благодарите. Ибо такова у вас воля Божья в помазанном. Духа не угошайте. Пророчества не уничижайте. Все испытывайте. Хорошего держитесь. Удерживайтесь от всякого рода зла. Другими словами, делайте то, что правильно. Делайте то, что правильно. Вы знаете, что является правильным, поэтому делайте это. Я не говорю о том, что является правильным для вас. Я говорю о том, что правильно в чести, почитании Бога. Отдавайте Богу то, что принадлежит Богу. Это означает, что вам придется разобраться с десятиной. Ну, брат Копланд, я не думал, что в Новом Завете есть десятина. Так и бывает, когда вы думаете, а не изучаете, вы обкрадываете Бога. У меня осталось буквально несколько минут. Рано утром я отсюда уезжаю. Поэтому я скажу вам истину так быстро, как только смогу. Человек, который не отдает десятину, обкрадывает Бога. Крефла Доллар сказал на одном из собраний, проповедуя о десятине, и о том, что в книге Малахии говорится, что если человек не отдает десятину, Бог сам говорит, вы обкрадываете меня. Как Бог может благословить вас, когда вы обкрадываете его? О, брат Копланд, я не могу себе позволить отдавать десятину. И позвольте у вас кое-что спросить. Вы будете красть у меня, чтобы оплатить свои счета? Тогда зачем вам красть у Бога, чтобы оплатить свои счета? Это не ваши деньги. Чтобы оплачивать ими счета. И до тех пор, пока вы это делаете, вы не целостны. Почему? Хорошо, позвольте мне вам кое-что показать. Когда Авраам победил тех царей, царь Содомский сказал, отдай мне людей, которых мы взяли в плен, а имущество оставь себе. Авраам ответил, мне не нужны эти люди, я не возьму и это имущество, за исключением того, что съели мои люди. Я поднимаю руку мою к Богу. Другими словами, у меня есть завет со всемогущим Богом. И послушайте, что он сказал. Пусть никто не сможет сказать, что кто-то, а не Бог всемогущий, сделал Авраама богатым. Поэтому Бог сказал Милхиседеку, пойди туда и прими его десятину. Бог мог бы сказать, пойди туда и дай ему 500 акров земли. Он мог бы сказать, пойди туда и сделай это. Пойди туда и сделай то. Но вот пришел Милхиседек с хлебом и вином, чтобы принять десятину Авраама. Почему? Потому что, когда Авраам отдал десятину, Бог повелел Милхиседеку благословить его. Если бы он не пришел отдать десятину, он не пришел бы для благословения. Его, что удивительно, знаете, кем Милхиседек назвал Авраама, когда начал подходить к нему с хлебом и вином? Символами завета между ними, кровью и телом. Знаете, кем Милхиседек назвал Авраама? «Благословен Авраам от Бога Владыка Неба и Земли». Он назвал не Бога Владыкой Неба и Земли. Он назвал Авраама Владыкой Неба и Земли. И затем он сказал, «Благословен Бог Владыка Неба и Земли. Это партнер Бога». Если бы он не пришел отдать десятину, он бы этого не получил. Можете это видеть? И брат Криффл сказал, «Если я дал вам во временное пользование свою машину, и вы ездите на моей машине и не возвращаете мне ее, но каждый день или два вы бросаете в мой почтовый ящик пять долларов на бензин». «Мне не нужны ваши пять долларов. Я хочу, что вы вернули мне мою машину». «Ну, мы даем пожертвования, брат Копланд, по мере возможности, конечно, но мы не отдаем десятину». Богу не нужны ваши пожертвования. Ему нужны его деньги. Почему? Дело не в деньгах, а в том самом факте, что он дал вам это, чтобы вы могли управлять его деньгами, давая ему законное право и власть делиться с вами всем, что у него есть. Даже если бы случилось так, что у нас в Глории ничего не осталось, я не буду придерживать Божьи деньги. Это самое худшее, что я мог бы только сделать. «О, я спешу отдать десятину». Мне нравится отдавать десятину. Меня это заражает. Мы отлично проводим время, когда отделяем десятину. Мы отдаем десятину со всего. Аминь. И затем мы даем пожертвования. Не приходите ко мне ни с какими предложениями, когда вы не хотите отдать мне мою машину. Что бы вы мне ни предлагали, ни приносили, я этого не хочу. Отдайте мне мою машину. И позже мы поговорим о предложениях и приношениях. Ну, я приношу вам пожертвования. Мне нужна моя машина. Неужели непонятно? Аминь. Видите, вы должны разобраться с этим. Это значит делать то, что правильно. Это значит почитать Бога от начатков, прибытков, которые приходят в ваши руки. Это честно так поступать. Позвольте мне сказать вам, что такое честь. Это делать то, что правильно. Лишь по одной причине. Потому что это правильно. Неважно, кто об этом знает или не знает. Бог это знает. Делайте это, потому что это правильно. Затем делайте это правильно. Не наполовину. Делайте это правильно. Аминь. Да, слава Богу. Делайте это правильно. Мой папа говорил мне, а также и мой дедушка. Мой дедушка подходил к этому жестче, чем папа. Мой папа подходил к этому достаточно жестко. Он говорил, никогда не бери ничего на время, если только у тебя уже безвыходная ситуация. Если ты взял у кого-то на время машину, почини ее, вымой ее и заправь полный бак перед тем, как вернешь ее обратно. Понимаешь? Я возражал, да, но папа, я проездил на ней всего 10 минут. Что? Я говорил, я не хочу заправлять полный бак. Я поездил на ней всего 10 минут. Заправьте полный бак, верните ее и извинитесь. Почему? Потому что это значит поступать честно. Понимаете, у нас уже выросло третье поколение, которое никогда не слышало ничего о чести. Поскольку честь была удалена из школы. Никто никогда ничего о ней не слышал. И когда вы говорите, делайте то, что правильно, большинство людей сейчас думает, делайте то, что правильно. Да, но что правильно в первую очередь для меня? И тогда, если я могу вам как-то помочь, ну, я... Что в этом есть для меня? Что я от этого получу? Это неправильное отношение. Что я могу сделать для вас? Бог, что я могу сделать для тебя? Ну, не думаю, что Бог для меня когда-либо что-либо сделал. О, вы все еще живы. Ваша невежественная глупая личность уже давно могла лежать в могиле. В один прекрасный день, когда мы заглянем в архивы небес, мы узнаем, сколько раз мы все портили. И если бы не Бог, нас бы уже давно могли убить. Только силы Божьи и ангелы Божьи не давали этому случиться. И в большинстве случаев вы даже об этом не знали. Слишком глупы, чтобы знать, что вы чуть не умерли. Вот что мы придумываем, когда не знаем Бога. Или если не знаем, как прислушиваться к тому помазанию, которое внутри нас. Вы должны учить себя слышать это. Не начинайте учить себя прислушиваться к своему духу, пытаясь верить Богу о миллионе долларов в неделю. Это не то, на чем учатся. Вы понимаете? Не ждите, когда у вас обнаружат рак, чтобы попытаться узнать, как исцелиться. Начните сейчас. Начните каждый день тренировать своего внутреннего человека. Тренировать свое внутреннее ухо. Прислушивайтесь к Богу в отношении мелочей. Прислушивайтесь к Нему. Говорите, Господь, я хочу слышать твой голос, учи меня этому. И скажу вам, вы будете что-то делать, и вы скажете, так, минутку, это неправильно? Господь, это ты? Я верю, что да. И затем вы делаете шаг в этом направлении, и, о, это была ошибка. Господь, что здесь произошло? Что ж, все в порядке, вы учитесь, Он учит вас. Как-то раз я шел по тротуару, просто будучи благословлен Господом, в замечательном состоянии. И Дух Божий, я мог слышать голос Господа внутри себя, и Он давал мне некоторые наставления в отношении некоторых собраний, которые мне предстояло провести. Это было 28 лет назад. Я шел по тротуару, и я дошел до светофора, и остановился в ожидании зеленого сигнала. Я просто стоял там, наслаждаясь Господом. И Он говорил мне о том успехе, который будет у нас на этих собраниях, о которых я молился, и о некоторых вещах, которые я должен был сделать. Я шел там, и я услышал что-то, что звучало как Бог. Только это имело отношение к тому, чтобы я хорошо выглядел. Я остановился прямо там, посреди тротуара. Я сказал, «Господь, это как-то не вписывается». Я не знаю. Это я неправильно тебя понял, или же это дьявол пытается имитировать тебя? Понимаете, Писание говорит, что Он приходит, принимая вид Ангела Света, но Он всегда будет идти вразрез со Словом Божьим. Он просто не может по-другому. И Он начнет пытаться обратить внимание на вас, или на других мужчин, или женщин, или что-то в этом роде. Поэтому я просто остановился и сказал, «Господь, прости меня». Я был в центре города Талса, и я стоял там на тротуаре. Мимо шли люди, и я стоял там и говорил слух, «Господь, прости меня, но я пока не буду поступать на основании этого. Если это был ты, прости меня, но в то же самое время я просто... я... я пока не буду поступать на основании этого. Даже если у меня вообще не будет этого собрания, я пока не буду поступать на основании этого, потому что я в действительности, не знаю, это был ты, или же это дьявол пытается вести меня в заблуждение. Но я знаю следующее. Я не собираюсь проводить это, или любое другое собрание, и превозносить себя. Я буду проводить его, чтобы обратить внимание на имя Иисуса. Я буду проводить его, чтобы обратить внимание на Слово Божье. Внимание на то, что тот, кто в нас, больше того, кто в мире. И я услышал это яснее всего, что я вообще слышал. Он сказал, «Все будет в порядке. Я помогу тебе увидеть разницу. Я позволю тебе очень скоро услышать этот поддельный ложный голос, и ты никогда нас больше не спутаешь». И где-то через неделю, во время молитвы, я услышал голос дьявола, пытающегося имитировать Бога, и Бог просто сорвал с него всю обертку, и я узнал его, даже несмотря на то, что он пытался звучать подобно Духу Святому, пытающемуся послужить мне. Но это было не здесь, а вот здесь. Вы когда-нибудь слышали кого-то, кто является действительно хорошим пародистом? Вы говорите, «О, он звучит прямо как Джон Уэйн», или как кто-то, кого тот пытается имитировать. Но затем, когда вы одновременно слышите и пародиста, и того, кого он имитирует, в большинстве случаев они не звучат похоже. Так было и в тот день. Понимаете, о чем я говорю? Я постоянно обучал, тренировал себя в Слове Божьем. Послушайте, это также голос Духа. Эта книга — голос Духа Святого. Он это написал. Он не будет говорить. Ну, я знаю, что Писание так говорит, но знаешь, это немного устарело, с тех пор многое изменилось. Поищи для своего обмана кого-нибудь другого. Я за тобой не пойду. Если этого нет в Слове Божьем, я за этим не следую. Слово Божье не подчинено дарам Духа. Дары Духа подчинены Слову Божьему. Если кто-то встает и пророчествует то, что идет вразрез вот с этим, оно ничего не значит. Хотя он может быть хорошим человеком. Как-то раз я встал и пророчествовал. Я знал, что я был в воле Божьей. Я знал, что говори все правильно. И я увлекся и сказал что-то, что я знал. Это уже был не Бог. Оно не шло вразрез со Словом Божьим, но я знал, что я продолжил говорить после того, как Бог уже замолчал. О, брат Копланд. Да, и вы, возможно, тоже это делали в то или иное время. Если нет, так это только потому, что вы пока еще не пробовали. Я дал маху. И, о, я чувствовал себя так неудобно перед Богом. Я вернулся в тот вечер в свой гостиничный номер. Пал на свое лицо и сказал, «О, Боже, прости меня, прости меня». Ты замолчал, а я продолжал говорить. Но звучало неплохо. Если я сказал что-то, что шло вразрез со Словом Божьим, я завтра вечером туда вернусь и извиню за это. Он ответил, «Нет». Ты не сказал ничего, что шло бы вразрез со Словом Божьим. Ты просто сказал больше того, что ты должен был сказать. Я сказал, «Пожалуйста, прости меня». Он ответил, «Я прощаю». Я пообещал тебе, что не позволю твоим словам оказаться ничего не стоящими. Из-за того, что ты был честен и покаялся в этом, я исполню это. Но больше так не делай. Был раз или два, когда я был близок к этому, скажу вам. Я уверен, я совершил много ошибок, возможно, даже не осознавая того, что я их совершил. Но оставайтесь честными перед Богом и открытыми для исправления. Не надо бояться быть исправленными. Это всего лишь доброе старое исправление, брат. Аминь. Никто не совершенен, кроме Иисуса. Но Он работает над нами. Не так ли? Аминь. Это духовный закон. Знаете, что такое закон? Закон — это что-то, когда все составляющие соединены вместе. Они каждый раз производят в точности то же самое. Вера — это закон. Духовный закон управляется духовным миром, этим самым управляя и естественным миром. Мы знаем законы физики, не так ли? Мы не знаем все физические законы, но мы знаем закон физики. Мы знаем, что он точен. Электричество не работает в один день одним образом, а в другой день другим образом. Мы уточнили то, что мы о нем узнали. И мы узнали, как использовать его лучшим образом. Но основные законы остаются теми же самыми. Оно приходит оттуда же. Оно порождается точно так же. И оно используется точно так же. Ток течет так же, как он всегда и тек. В Эдамском саду было электричество, понимаете? Оно там было. Просто люди не знали законов, которые им управляли. 747-й Боинг в 1887 году летал бы точно так же, как он летал в 1987 году, понимаете? Но никто не знал законов аэронавтики, чтобы поднять его в воздух. Никто не знал, как это сделать. Он бы летал, потому что все составляющие те же самые, законы те же самые. Но результаты приносят примененное знание этих законов. Мы с вами рождены свыше. Иисус является Господом нашей жизни. И внутри нас есть это помазание. Иисус сказал, «Прибудьте в Слове Моем, как Мои ученики». Видите, как Он это сказал? «Прибудьте в Слове Моем, как Мои ученики, и вы познаете истину, и истина сделает вас свободными». «Прибудьте в Слове Моем, как Мои ученики, и вы познаете истину». Это духовный закон. Это истина. Она работает каждый раз. Она работает всегда. И она нелицеприятна. Отец, мы прославляем тебя сегодня. Мы просто благословляем тебя и благодарим тебя за то, что ты сделал с нами, и что ты сделал для нас, и что ты сделал в нас, и что ты сделал через нас. Господь, мы ничего еще не видели, и оно уже настолько хорошо. И мы просто благословляем тебя и благодарим тебя за Твое Слово. Отец, мы приходим сегодня к Твоему Слову. Мы приходим перед Ним, ожидая. Мы молимся во имя Иисуса и ожидаем результаты благодаря этому имени. Мы благословляем и прославляем тебя. Я благодарю тебя, что каждого человека, каждого мужчину, каждую женщину, каждого мальчика и девочку в этом здании сегодня коснется сила живого Бога. Аллилуйя. Я хочу, чтобы вы вместе со мной открыли книгу притчи, а также Евангелие от Марка. Притчи, 4 глава и Евангелие от Марка, 4 глава. Мы откроем оба этих местописания и затем от притчи мы сразу же перейдем к Евангелию от Марка. Хорошо. Я положу свою закладку. Положите закладку на 4 главу Евангелия от Марка. А сейчас 4 глава притчи. Начиная с 20 стиха и до конца главы. С 20 по 27 стихи. Обратите особое внимание. Это духовный закон. Эти 7 стихов излагают закон принятия. Люди, сотворенные по подобию Бога, имеют только то, что они принимают, потому что они были сотворены иметь выбор. Позвольте привести вам небольшую иллюстрацию. Я молился об этом и изучал это, начиная с того момента, как родился свыше 35 лет назад. Бог сказал, «Сотворим их по образу нашему». И я думал об этом и размышлял над этим. И спрашивал Бога об этом. Позвольте мне вам кое-что здесь проиллюстрировать. И я делаю это только лишь в целях иллюстрации, чтобы помочь вам понять, чтобы в своем мышлении вы могли получить реальное представление об этом. Что если бы Бог, Иисус, Дух Святой и кто-то еще, кому было бы позволено участвовать в этом разговоре? Хотя для меня не очень-то важны другие участники этого разговора, кроме этих трех. И Бог бы сказал, «Я хочу сотворить что-то, чего никогда еще раньше не было. Я хочу сотворить существо, которое могло бы порождать себе подобных». Это просто мысль. Понимаете? К тому моменту все было бы сотворено. И я хочу, чтобы это существо находилось с нами на одном уровне. «Я хочу, чтобы они могли понимать нас. Я хочу сотворить их на одном духовном уровне с нами. Не с ангелами или с чем-то еще, что мы когда-либо творили. Я хочу, чтобы это существо было по образу нашему. Я хочу, чтобы оно было максимально подобно нам». И Иисус спрашивает, «Отец, ну зачем? Почему ты хочешь это сделать? Я люблю. Мне хочется иметь кого-то, кто мог бы отвечать мне взаимной любовью. Я хочу построить для них вселенную. Мне хочется иметь кого-то, кто бы каждый раз, когда я буду что-то делать, говорил, «О-о-о-о-о-о-о-о». Но они смогут понимать это, поскольку будут с нами на одном уровне. Ангелы говорят, «О-о-о-о-о-о, потому что должны-то говорить». Они все делают то, что им сказано, поскольку они являются духовными машинами, они запрограммированы. Мы их всех запрограммировали. Я могу слышать, как Иисус, или Дух Святой, говорит, «Отец, а ты думал вот о чем?» «Да». «О, да». Ты осознаешь, что если ты говоришь о существе, которому будет дано право самому себя программировать, оно может как любить тебя, так и ненавидеть. Да, верно. Потому что если у него не будет права ненавидеть меня, его любовь никогда не будет настоящей. Нет, я не буду. Я не буду вкладывать в него никакую программу. Я просто дам ему мое слово и позволь ему быть подобным мне, если он захочет. Отец? А что если он согрешит? Что ж, нам придется пойти на такой риск. Я просто могу видеть, как Иисус спрашивает. «Отец, ты действительно этого хочешь? Не так ли? Действительно хочу». Хорошо. Вот что я тебе скажу. Делай это. И если он апортачит, я для тебя все это исправлю. И теперь, используя это помазание внутри себя, мы представляем наш разум Богу, чтобы Он его программировал. все, все, что вы имеете, хорошее, плохое, взлет, падение, право, лево, благословение, проклятие, вы приняли это. Второзаконие 30-19. «Восвидетели, пред вами призываю сегодня небо и землю». Другими словами, у вас нет никаких оправданий. «Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие, избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». «Все, что вы имеете, вы приняли это. Возможно, из-за своего незнания Слова Божьего. Возможно, из-за своего упрямства, как я. Из-за меня чуть не погибла вся моя семья, только лишь потому, что мне не хотелось переставать летать на самолетах. И мне не хотелось идти учиться. Но я понял, что не стоит этого делать. Но у меня был выбор. Это закон принятия. Понимаете? Позвольте мне еще кое-что сказать вам о законах Божьих. Что бы дьявол ни сделал, законы Божьи были здесь еще до него. Ведь дьявол – сотворенное существо. Библия говорит, что он был совершенным в тот день, когда был сотворен, пока в нем не нашлось беззакония. Бог сотворил его совершенным. Но он попытался сам себя запрограммировать. И его заклинило. Он ангел. У него есть программа. И он не может ее изменить. И все, что вам нужно сделать, это найти его кнопку включения и выключения и нажать ее. Потому что он ничего не может с этим поделать. Он машина. Аллилуйя. Библия говорит, противостаньте ему. И он убежит. Он ничего не может с этим поделать. Он запрограммирован убегать. Он трус. Но вот этот закон является единственным способом, как он может заставить вас что-либо принять. Он использует этот же самый закон. Нет другого закона принятия. Он использует законы Божьи. Он перекручивает их. Именно это и означает слово «нечестивые». Перекрученные. Не так ли? Именно это и несет в себе слово «нечестивые», «злые». Да оставить нечестивые свои помыслы. Перекрученные. Законы Божьи по-прежнему есть здесь. Но дьявол будет перекручивать, искажать их. Так, чтобы вместо того, чтобы работать на вас, они работали против вас. Вместо жизни. Они будут приносить смерть. Потому что Иисус сказал «Если кто скажет, горейся и поднимись, вернись море, и не усомнится в сердце своем, но поверя, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». Поэтому дьявол приходит и пытается заставить вас сказать «Скажу вам, я до смерти испугался». Что ж, это работает. Скажу вам одно. Все это исповедание и говорение для меня не работает. Оно только что сработало. Только что сработало. Я просто не понимаю, почему каждый раз, когда мы собираемся в отпуск, дети заболевают. Все из-за вас и вашей болтовни. Именно поэтому вы это и говорили. Вы имеете то, что говорите. Ну, я в это не верю. Что ж, это делает вас более легкой добычей для дьявола. Иисус сказал «От избытка сердца говорят уста». А что он сказал сразу после этого? Он сказал «Из доброго сокровища сердца доброго человека выносится или осуществляется доброе». Из злого сокровища сердца злого человека выносится или осуществляется злое. Понимаете, в том и в другом случае это один и тот же закон. Вы вкладываете это туда, и именно это вы и получите. Хорошо. Давайте обратимся к нашему месту Писания и прочитаем его. «Сын мой, слова моим внимай, и крича моим, преклони ухо твое, да не отходят они, эти слова, от глаз твоих. Храни их внутри сердца твоего, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Отвергни от себя лживость уст, и лукастого языка удали от себя. Глаза твои пусть прямо смотрят, и ресницы твои донаправлены будут прямо пред тобой. Обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои добудут твердые. Не уклоняйся ни направо, ни налево. Удали ногу твою от зла». То есть он говорит здесь о том, что вы получаете именно то, чему вы уделяете наибольшее внимание. То, что находится у вас перед глазами, и то, что входит в ваши уши, попадет в ваши уста. А что попадает в ваши уста, попадает в ваше сердце. То, что попадает в ваше сердце, выходит из него и что-то производит, поскольку становится источником. Итак, он сказал, вам лучше избавиться от лживости уст или от непослушных уст. Внутри вас есть помазание. Это справедливо для естественного человека, поскольку естественный человек является духовным существом. Но послушайте, внутри вас есть помазание, внутри вас есть Бог. Вера приходит от слышания, от слышания от Слова Божьего. Итак, вера является осуществлением, вера является реальностью, вера является реальностью ваших денег, вера является реальностью вашего образования, вера является реальностью вашей мечты, вера является реальностью вашего исцеления, Вера является реальностью хорошего брака. Вера является реальностью. Вера материальна. Вера приходит от слышания. А слышание от Слова Божьего. Вера является осуществлением. Слово Божье является осуществлением. Осуществлением чего является вера. Следовательно, вера является осуществлением того, в чем вы нуждаетесь. Итак, 4 глава Евангелия от Марка. Слава Богу. 20 стих. «А посеянное на доброй земле» означает тех, которые слушают Слово, слушают Слово, слушают Слово и принимают Его. Как вы Его принимаете? Вы храните Его у себя перед глазами. Вы преклоняете к Нему свое ухо. Вы храните Его в своих устах. Вы храните Его в своих ушах. Вы вкладываете Его в свое сердце, в свои ноги. Вы идете к Нему. И оно продолжает входить в ваши глаза и ваши уши и ваши уста. И не позволяйте Ему отходить. Не позволяйте своим непослушным устам вкладывать в себя что-то другое. Слово Божье вера осуществления. Слово Божье вера осуществления. Вера становится осуществлением того, на что мы надеемся. И помазание Божие поднимается внутри вас, становится источником и выходит из вас в огромной силе и славе. Как это было с Богом, когда Он сказал, «Да будет свет!» Были порождены 400 миллиардов планет. Вера является осуществлением каждой из них. Как вы получаете свое исцеление? Как вы получаете свои долги выплаченными? А посеянные на доброй земле означают тех, которые слушают Слово и принимают. И приносят плод один в 30, другой в 60, иной во 100 крат. Слово Божье будет производить 100 крат. Слово Божье будет производить 100 крат в исцелении. Слово Божье будет производить 100 крат на ваше даяние. Слово Божье будет производить 100 крат в вашем браке. Слово Божье будет производить 100 крат. Все, что вам нужно сделать, это найти обетование этого в Слове Божьем. Держать это обетование у себя перед глазами. Вкладывать это обетование в свои уши, в свои уста. Вкладывать это обетование в свое сердце. Вкладывать его в свое сердце, в свои уста. Держить его у себя перед глазами. Вкладывать его в свои уши. Вкладывать его в свои ноги. И не двигайтесь ни в каком другом направлении. Помазание ухватится за него. Вера приходит. Вера приходит. Вера приходит. И когда вера приходит, она подключается к этому помазанию. Как было с той женщиной, страдавшей кровотечением, о которой мы уже читали. Она говорила, и она сделала. Она говорила об этом. Она говорила после того, как услышала об Иисусе. Она услышала. Она услышала, что Он был помазан. Она услышала, что люди получали освобождение. И она говорила, если только прикоснусь к одежде Его, я буду целостна. И она сделала это. Она выбралась из своей маленькой квартирки, или в какой бы норе в земле она ни была. И она протиснула сзади в толпе. Она проигнорировала все местные законы. Страдая кровотечением, она по закону не имела права там появляться. И Аир, стоявший рядом с Иисусом, имел власть побить ее камнями за то, что она появилась на той улице, страдая кровотечением. А ей было все равно. Ибо она говорила. Ибо она говорила. Ибо она говорила. Ибо она говорила. Она услышала об Иисусе и подошла сзади в толпе. Она услышала. Она подошла. Она говорила. Если только прикоснусь к одежде Его, я буду сделана целостной. Она говорила правильное слово. Она привлекла внимание Бога, когда сказала «целостно». Откуда, по-вашему, она взяла это слово? Потому что именно это Иисус везде постоянно говорил. «Хочешь ли быть здоров? Сделан целостным?» Он задал этот вопрос не единственному человеку. Для него было типично это спрашивать. И именно поэтому они сюда это и поместили. Им не нужно помещать это сюда 95 раз. Он никогда не изменяется. Если он сделал это хотя бы раз. Он делал это постоянно. И затем она это сделала. И затем она говорила об этом. Она свидетельствовала об этом. И она приняла это. Как вы получаете свое исцеление? Как вы получаете изменения в своих финансах? Вы обращаетесь к этой книге и откладываете все остальное в сторону. Не тратьте свое время на какую-то глупую телевизионную передачу. Все, что которая сделает, это продаст вам молоко и мыло. Забудьте об этом. Кто-то звонит вам по телефону. «Поехали, поиграем в горф. У меня нет времени. Давай, давай, поедем. У меня нет времени. У тебя нет времени? Что ты делаешь? Я работаю над моим исцелением. Что? Ты с ума сошел? Я знаю, поэтому оставь меня в покое. Пока. У меня нет времени с тобой разговаривать. Я люблю тебя, брат. Я люблю тебя. Ты мой друг. Но мне сейчас не до тебя. Мне нужно получить это исцеление. Иисус приобрел его для меня. И я устремляюсь за ним. Вы это понимаете? Я в этом обетовании. Ранами его вы исцелились. И я держу его у себя перед глазами. Я вкладываю его в свои уши. Вкладываю в свои уста. Вкладываю его в свое сердце. Я движусь в направлении этого. Я не иду ни сюда, ни туда. Я должен избавиться от этих долгов. Слава Богу, мне нужно иметь это осуществление. Это осуществление. Эта реальность находится внутри меня. Мне нужно поднять это помазание отсюда и перенести его туда, к основанию этой горы. Говорю тебе, гора. Я приказываю тебе подняться. Я приказываю тебе вернуться в море. И я движусь по направлению к моей реальности веры. Я устремляюсь за тобой. Ты моя. И я не буду отвергнут. Была пролита кровь Иисуса, и я не буду отвергнут. Я работаю над этим. Я не уклоняюсь ни направо, ни налево. Вы вот так можете встать с этого кресла. Аллилуйя. Это работает каждый раз. Но это должно быть приведено в действие. И этого нужно усердно, твердо держаться. Иначе дьявол украдет у вас это. Это его работа, и он работает сам на себя. Я хочу вам кое-что сказать. Он ненавидит ваше мужество. Он ненавидит Бога. И он не может добраться до Бога. А вы подобны Богу. Поэтому он подбирается к вам, если может. И его самый жуткий ночной кошмар. Это крещенное Духом Святым, чадо живого Бога, которое узнает, как принимать от Бога. И не будет уклоняться ни направо, ни налево. И совершенно откажется быть уведенным в сторону. Вот что я вам хочу сказать. Это осуществление, это реальность веры начнет приходить. Вы скажете, ну я ничего не почувствовал. Это не имеет к этому никакого отношения. Она пришла. Вера приходит, вера приходит, вера приходит, вера приходит. Мне нужно выпить один из них. Хорошо. Мне это нужно было. Я здесь усердно работал. И позвольте мне вам кое-что показать. Это крещение в Духе Святом в Новом Завете. Человек делает Иисуса Христа Господом в своей жизни. Подождите минутку. Первая капля. Но этот стакан, неважно, если там всего одна маленькая капля Духа Святого. Он наполнен. Аминь. Итак, это Дух Святой в Ветхом Завете. Потому что в Ветхом Завете до тех пор, пока не пришел Иисус, не заплатил цену, не воскрес из мертвых, и прославленный не воссел одесной Отца, люди не рождались выше. Человеческий Дух не мог быть сотворен заново. Потому что мы сотворены заново во Христе Иисусе. Понимаете? Но Дух Святой сходил на них для служения. Я намочил стакан, не так ли? А вот крещение в Духе Святом в Новом Завете. Вам потребуется меньше минуты, чтобы увидеть. Если бы у меня было достаточно воды, я буду продолжать изливать. Я крещу этот стакан. Но ваше крещение пришло изнутри наружу, не снаружи. Это помазание та, мои братья и сестры. Ожидая вас и просто побуждая вас назвать небесные законы вашими и начать ходить в них во славу Бога Отца. Вера приходит. Вера приходит. И поначалу может казаться, что ничего не происходит. Но вы просто верите Слову Божьему. Если Бог сказал, что вера приходит, значит вера приходит. Благословен Господь. Вера приходит. Вера приходит. Итак, вера приходит, и вы просто движетесь по направлению к этому. Просто движетесь по направлению к этому. Это осуществление поднимается во мне. Это помазание ведет меня. Это помазание говорит во мне, «Не сдавайся сейчас, парень, не сдавайся сейчас». Это доставляет приятные чувства, но продолжает двигаться дальше. Здесь есть что-то большее, чем приятные чувства. «Давай, идем, давай, идем, давай, идем». Когда человек молится на иных языках, он изедает себя. Это то, что говорит Библия. Я помолюсь здесь какое-то время на иных языках. Однажды я молился на иных языках всю вторую половину дня. «Вернулся домой, все, что я чувствовал, это сухость в горле». Я сказал, «Что ж, ты сказал, что если человек молится на иных языках, он изедает себя». Господь ответил, «Так и есть». Я не чувствую, что получил изедание. Он сказал, «Я никогда не просил тебя чувствовать то или другое». Я настоятельно тебе советую говорить, я получил изедание. О, хорошо, прости меня. Я делал это, ездя по стране. Мне нужно было проехать за рулем пять с половиной часов. Я уже был решительно настроен, что раз Слово Божие так говорит, «Я решил, что буду всю дорогу молиться на иных языках и не говорить ни слова по-английски». Я заправил машину на иных языках. Я всю дорогу домой не говорил ни слова по-английски. Приехал домой. И, как я уже сказал, я чувствовал лишь сухость в горле. Глория сказала, «Кеннетт, в доме у того-то и того-то собирается молитвенная группа. И я хотела бы туда поехать, если ты не слишком устал». Я ответил, «Нет, хорошо, поехали». Мы поехали на ту молитвенную группу. И один наш друг говорил там небольшое слово. Я сидел на третьем ряду. Там в гостиной были расставлены в несколько рядов стулья. И я просто наслаждался его словом, поскольку мне в любом случае нравилось его слушать. И я просто сидел там, наслаждаясь им и вообще всем происходившим. И тот человек спросил, «Здесь есть кто-нибудь, кто нуждается в исцелении?» И женщина передо мной подняла руку. Он сказал, «Брат Копланд, не могли бы вы возложить руки на эту сестру?» Я ответил, «Конечно, с удовольствием». Я простерся и возложил на нее руки, я хочу, чтобы вы знали. Я возложил руки на всех в той комнате так быстро, как я только мог. Что произошло? Мой дух получил назидание. Он был заряжен, как новый заряженный аккумулятор. Моя плоть не ухватилась за это до тех пор, пока я не начал кому-то служить. И с годами я научился соединять их обоих. Вера приходит. Вера приходит. Осуществление приходит. Смотри, долг. Осуществление приходит. Осуществление приходит. Осуществление приходит. Вы получили сегодня что-нибудь? Давайте встанем и поблагодарим Господа. Аллилуйя. Бог разработал путь того, как вы, я или любой другой человек на земле, который захочет это сделать, может стать частью небесной и земной Божьей системы наград и благословения. Послушайте. Я могу присоединиться к могущественным благословениям Божьим, пребывающим на Билли Грэмми, или на любом другом великом пророке и апостоле Божьем, помогая им делать то, что они делают. Аминь. Бог нелицеприятен. Аллилуйя. Вы можете стать частью того, что мы с Глорией, и все сотрудники нашей миссии получаем в качестве Божьих благословений и Божьей награды, помогая нам делать эту работу. Все очень просто. Но как раз все, что делает Бог, является простым, реальным и эффективным. Отец, я молюсь за тех людей, которых Ты призываешь, и к которым Ты говоришь сеять в это служение. И во имя Иисуса я молюсь об их благословениях, и я молюсь об их небесной и земной награде за то, что они делают во имя Иисуса, чтобы помочь нам делать то, что делаем мы, жертвуя Тебе, Господь Иисус. Мы принимаем это во имя Иисуса. Аминь. Если Господь ведет вас это делать, молитесь об этом, и действительно верьте, что Бог ведет вас это делать. Напишите нам по адресу, который вы видите на экране, и закажите наши книги. До встречи! А пока помните, что Иисус – Господь!